Текущие вопросы региональной повестки обсудили на оперативном совещании губернатора Ниньского автономного округа с руководителями органов государственной власти и местного самоуправления в режиме видеоконференц-связи. В Ниньцком округе стартовала убойная кампания. Традиционно первыми ее начали оленеводческие хозяйства, Ижимский оленевод, Путь Ильича и Красный Октябрь. Всего в этом сезоне у нас с оленеводческими хозяйствами планируется направить на убой более 43 тысяч голов. В настоящий момент подготовка к убойной кампании и начало убойной кампании в штатном режиме. С МВД организовываем взаимодействие, будем в том числе осуществлять контроль за правопорядком во время проведения убойной кампании. По предварительной информации, Акционерное общество мясопродукты, основной партнер оленеводческих хозяйств, заключило с ними соглашение на поставку оленины в количестве более 600 тонн. Также есть определенные договоренности с другими субъектами Российской Федерации на поставку за пределы округа порядка 300 тонн мяса оленя. Для нас очень важно, чтобы оленеводы были абсолютно уверены, что, осуществив забой, они точно сбудут оленину. На совещании также акцентировали внимание на ряде объектов дорожного строительства в регионе. 9 ноября сдан в эксплуатацию второй этап первого участка автомобильной дороги Нарьенмар-Усинск. Первый этап также был сдан в этом году. Работы на последнем третьем этапе первого участка завершатся до конца года. Всего протяженность 23 километра и 30 километра. То есть на этот километраж у нас уменьшится зимник на следующий год. То есть уже в этом сезоне при открытии зимника автомобилисты, отправляясь на большую землю, смогут проехать по этому участку дороги. А сам зимник станет короче на 23 километра. Новость хорошая. Также глава региона поинтересовался, когда откроется движение после реконструкции на участке дороги от улицы Ленина до улицы Рыбников. Мы обещали жителям, вместе с вами обещали, о том, что в конце октября эту дорогу закончим. Мы до сих пор ее не закончили. И у меня вопрос, почему она не закончена? У нас контракт был до 30 октября. Подрядчик физические работы до 30 октября выполнил. У него там были ряд замечаний, которые в ноябрьские праздники он устранял. На прошлой неделе он подал документы, в том числе госторожелонадзор, для получения заключения о соответствии в ЦСЗ. Сегодня была итоговая проверка. И на завтра планируется выдача заключения о соответствии. И на этой неделе будет подписан акт ввода этой дороги, после чего движение автомобильного транспорта по ней может быть открыто. На этой неделе дорогу передадут муниципалитету, после чего мэрия может открывать ее для движения автомобильного транспорта. Ориентировочно это произойдет 22 ноября. Что касается общественного транспорта, то он пойдет по старой схеме с конечной остановки на улице Ленина с 1 декабря. На совещании также обсудили мероприятие муниципального проекта «Комфортная городская среда». На улице Швецова в рамках этого проекта за счет экономии по торгам на других объектах обустроили общественную территорию. Уложились практически в сроки. Площадку сегодня я осматривал. То есть она в хорошем функционале находится. И, как мы с вами и говорили, она будет являться, скажем так, точкой притяжения для микрорайона. Я думаю, не только для микрорайона. Ну и на следующий год будем планировать ее дальнейшее благоустройство. И с тем, чтобы там были и для разных возрастов жителей города различные аттракционы и какие-то упражнения, то можно было выполнять. Микрорайон современный, микрорайон новый. Жителей очень много. Рядом прекрасная школа, детский садик. Действительно, не хватает такой замечательной пешеходной зоны, которая дальше бы уходила в сторону лыжероллерной. Поэтому я думаю, все жители только обрадуются, если этот проект найдет свое продолжение. Второй этап, третий этап. В целом получится очень красивый микрорайон. С мэром Нарьенмара глава региона обсудил также планы муниципалитета по новогоднему оформлению окружной столицы. По словам Олега Белака, в этом направлении мэрии запланировано проведение более 30 мероприятий с тем, чтобы придать городу и его жителям новогоднее настроение. Александра Литкова, Алексей Орлов, Антон Водряков, Телеканал Север.